Всем привет! Начнем урок с того, что удалим десяточку и при помощи программы FS-архиватор восстановим ее. Вот, 24 гигабайта у меня занято. Я, значит, просто-напросто беру, форматирую ее, снова формат МТФС. Вот видите, ничего тут уже не осталось от нее. 67 мегабайт крошки с барского стола. Теперь на этот раздел, на второй раздел, мы восстановим копию ранее созданной нами десятки, на которой у меня хранится на внешнем жестком виске. Значит, вот ее мы и будем восстанавливать. Итак, нажмем на кнопочку чудесного архиватора, заведем пароль, значит, поостанавливать будем куда? На второй раздел, откуда? Медиа, юзер, так, что у нас тут? Линук, так, ну, перевяжу винда. Это за 30 марта, это за 29 марта, но, скорее всего, я возьму вот это посвежее. Так, ну, и нажмем на восстановить. Сейчас только шифр ведем. Восстановить. Да. Ну, тут время засекать не нужно. Он сам покажет, сколько прошло. Вот что я вам хочу сказать, что процесс занимает какое-то время, там, допустим, там около 8 минут. Ну, ну, что мне, сидеть и тупо, значит, смотреть на этот ползунок, на бар прогресса, да ничего подобного. Вот вам флешечка, посмотрите, крохотуля. Занимает она всего лишь 1,89 гигабайта, 1,72 свободно. То есть, абсолютно крошечный размер. Несмотря на это, значит, идет процесс восстановления. И я могу, значит, смотреть тем временем телевизор, выбрать там любой канал какой-нибудь и спокойненько себе все это дело смотреть. Понимаете как? Могу там открыть, там, какой-нибудь документ офиса, там, или электронные таблицы, там, или текстовый процессор, там, писать что-то там делать, ползать там по интернету, там, что-то там искать и так далее. То есть, в отличие от всех этих программ по типу Акрониса и Парагона, таких хороших и красивых, если уж вы их запустили, так вы сидите и тупо впиливаетесь, грубо говоря, в экран. Смотрите за этими ползунками там, когда там что закончится и так далее, и так далее. Здесь же вы можете спокойно заниматься своими делами и, как говорится, там, в полглаза поглядывать, как идет, допустим, процесс восстановления. Вот и все. То есть, вот такие вот вещи, как говорится, на линуксах происходят. И вполне, как говорится, возможно, то есть полностью нормальная операционная система, полноценная операционная система на флешке. И у нее, ну, пожалуйста, вот, посмотрите, очень хорошее, так сказать, менюшка там. И можно и музыку в это время там послушать там. Вот я сейчас одновременно еще пишу, значит, на видео, записываю видео с экрана программы Simple Screen Recorder. То есть, смотрите, какие процессы происходят. Вот, первое, значит, центральный процессор QT4, значит, это вот программа, значит, восстановление, архиватор-восстановитель. Дальше. Что у нас тут занимает? Simple Screen Recorder, вот, 16% берет. То есть, программа для записи с экрана. Вот она. Ну, еще Google Chrome, вот я смотрю, тут, как говорится, фильм. И тем не менее, у меня хоть процессор там центральный и загружен, и оперативка там занята на 37%, но я, так сказать, нормально все эти вещи-то делаю. Вот, смотрите, вот, вполне, как говорится, безо всяких, то есть, абсолютно, так сказать, нормально. И так, программа восстановила винду, заняло это 12 минут. И в то же время, как говорится, я тут себе спокойненько смотрел фильм. Затем, значит, в то же время, значит, у меня работала программа для записи с экрана. Я в то же время могу еще говорить и по скайпу с кем-то, и по тим-вьюеру кому-то помощь оказывать. И все это находясь на абсолютно крохотулечной флешечке. Вот такие вот пироги с котятами. Так что, вот, подумайте, смогут ли другие операционные системы вытворять вот такие вот вещи. Ну, ладно, значит, следующую часть урока, значит, посмотрим уже с винды, которую я восстановил. Итак, программа Windows 10 восстановилась нормально. Единственный нюанс был какой, что при восстановлении, при помощи программы FS-архиватор не нужно отмечать, чтобы восстановить загрузочную запись. Восстановили, потом через тот же Минт или что там угодно другое. Запустили загрузчик меню, он снова просканирует все разделы. И уже положит Windows 10 в меню загрузки, и все будет нормально. Вот практически и все. Продолжение следует... Продолжение следует...